Строительство новой станции метро «Театральная» продолжается. Работают в двух зонах – в историческом центре и в районе перекрестка улиц Новосадовой и Полевой. На второй стройплощадке занимаются фундаментной плитой под тоннельно-проходческий комплекс. Трудятся в соответствии с графиком. Приступить к монтажу второго тоннеля-проходчика планируют 15 апреля. К этому времени сюда из столицы вернется автокрам. В центральной части города завершили переврезку коммуникации по временной схеме. В ближайшее время будет переподключение. Также от Минстроя России получено очередное разрешение на строительство уже основного этапа. Перед этим должны закончить переустройство инженерных коммуникаций возле зоны метростроя в районе перекрестка улиц Вилоновской и Галактионовской. После завершения строительства и ввода театральной в эксплуатацию жители отдаленных районов региональной столицы смогут быстро и комфортно, минуя дорожные пробки, добираться до исторического центра и обратно. При необходимости после увеличения пассажиропотока муниципальное предприятие Самарский метрополитен сможет сократить интервал движения электропоездов по линии с нынешних 10-12 минут до 7-8. Отмечу также, что с открытием новой станции появятся возможности для дальнейшего усовершенствования транспортной инфраструктуры города-миллионника и повышения его инвестиционной привлекательности. Метро строить очень хорошо и нужно, безусловно. Вот я живу на проспекте Ленина, значит, долго ждал, когда же появится станция Лабинская. То есть теперь у нас дом Козлова на проспекте Ленина стоит до метро, нам ходьбы, так сказать, 5 минут. Теперь продляет до центра. В центре тоже очень много народа живет, все центры учреждения культуры. Поэтому то, что метро двигается дальше, это очень нужно и правильно.